Умом понимаю, что не сделают, а сердцем хочу, чтобы сделали. Потому что я понимаю, если сейчас мы вступим в стадию расторжения договора, я определенные последствия понимаю. Но если вы бы заметили сейчас, что движение по улице Лозо, движение в смысле работы, оно сейчас активизировалось. Вот это результат работы, мы целую неделю не давали им продыху. Совещание за совещанием, в том числе и подрядчиков, субподрядчиков помогали для ПМК подобрать, просто учитывая их репутацию. Все на это соглашаются, и тут же приходится уговорами и авторитетом людей все-таки убеждать, что нам в дорогах хотя бы Лозо нужно запустить, чтобы хотя бы одну артерию в нормальном асфальтовом покрытии, я уже не говорю о сдаче. Это уже вопрос больше к нам, наши взаимоотношения с ними, для людей сделать проезжей хотя бы одну дорогу, где они могли бы без пыли, без грязи спокойно добираться из одного района в другой. То есть вот такая пока задача поставлена. Потому что мы понимаем, они распылились, они набрали на себя неподъемный груз. И поэтому мы убедили их переключиться целиком и полностью, дополнив их еще субподрядчиками на улицу Лозо, потому что там вероятность ее закончить выше, чем на Комшосе. На Комшосе совсем другая история. Скорее всего придется там расторгаться. Вот в какой форме, по воюдному там согласию, или еще как-то это мы будем на следующей неделе эти вопросы решать. Ну, тут включились все в разрешение этой ситуации. Замминистра транспорта здесь у нас чуть ли не живет, с этой ПМК там бегает. Вот, ну, по-честному ситуация такая. Я хочу, чтобы они все-таки в асфальтовом покрытии Лозо закончили. Дальше уже пусть ведут работы по благоустройству и так далее. По Комшосе, к сожалению, вот ситуация будет таковая, что мы будем переходить на следующий год. И нам нужно постараться в этом году с ними вопрос расторжения закончить, чтобы у нас было время, зимний период, чтобы мы заключили договор с другим подрядчиком, который наконец-то ее закончил. Ну, то, что заканчивать надо, это нет вопросов. Ну, той информацией, которую я сейчас владею, там и до этого были такие темные пятна, так скажем, на биографии. Но, к сожалению, дорожно-строительный комплекс в таком сейчас состоянии. Другой альтернативы, по всей видимости, не было. Поэтому так сложилась такая ситуация. Ну, там еще ряд объективных, конечно, причин, которые послужили, но это не освобождает их от ответственности, от своих обязательств. По всей видимости, за что я переживаю, что, может быть, как юридическое лицо, они и не доживут до весны или там уж тем более до осени. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...